Повод для радости у жителей села Шахи – обновление контейнеров для мусора. Еще несколько месяцев назад вопрос с ТКО здесь стоял особенно остро. Баки были дырявыми, края порванными. А среди бытового мусора встречался строительный. Из-за него не только портились сами баки, но и механизм погрузки у мусоровоза. В народе тещина рука. В этом году мы заключили с Экосоюзом контракт на безвозмездное пользование 50 контейнеров, которые подходят для мусоровоза с боковой загрузкой. Региональный оператор Экосоюз приобрел 50 новых баков. Остальные 20 куплены за счет краевого бюджета. Общаемся с главами районов, ну и сельских. Смотрим, где вышли из строя баки, где есть необходимая нужда. Если какие-то населенные пункты не обслуживались, мы полностью их снабжаем баками и начинаем оказывать услугу по вызову твердых коммунальных отходов. По словам регоператора, Шахи сегодня образцовый поселок. На 31 контейнерной площадке 70 новых баков. Плюс одна резервная площадка на улице, где дома еще только строят. До этого, вот эта вот вся сторона нашего дома, это была настоящая мусорная яма. Просто. Потому что вот кто выезжал, допустим, да, он просто брал, выкидывал нам сюда мешочки, все что угодно. Поэтому вот сейчас, когда появился вот этот вывоз такой централизованный, это намного чище стал поселок. А краевые власти на реализацию мусорной реформы за три года выделили Павловскому району около 8 миллионов рублей. На это купили 350 баков. Приобретение контейнеров и бункеров для накопления такого является исключительными полномочиями органов местного самоуправления. Несмотря на это, из правительства Алтайского края на протяжении последних трех лет выделяется датация органов местного самоуправления в размере 180 миллионов рублей. Приобретать контейнер может регоператор, затем на безвозмездной основе передавать их муниципалитетам. До лета Экосоюз обещает выделить порядка 4,5 миллиона рублей на обустройство сел своей зоны баками. На очереди Новоалтайский поселок Белоярск, где контейнеров вообще нет. Там до сих пор мусор собирают бесстарным способом. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова